Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим две модели Garmin. Это часы Garmin Vivoactive HR, но вот вы их видите слева. И модель Phoenix 3 HR. У людей возникает вопрос, какой же модель все-таки брать? Потому что в этом часах есть пульсометр встроенный, который считает на руке пульс, и это же модель. Поэтому я хотел по полочкам рассмотреть каждую модель и классифицировать, на что лучше обратить внимание, что лучше брать. Давайте вернемся для начала хотя бы в 2016 год. Если мы посмотрим, например, старые модели Garmin, ну вот, например, в данном случае можно как узнать эту модель. Давайте просто посмотрим сзади. Это модель Phoenix 3, а это Phoenix 3 HR. Действительно, поголовно с 2016 года Garmin начал добавлять оптические датчики измерения пульса в свои модели. В данном случае это последняя модель, тоже это Phoenix 3 HR. Когда уже вот эта модель у вас, старая версия, например, Phoenix 3, или покупать ли вам Phoenix 3 HR, или покупать сначала уже эту модель, как раз в своем видео я и рассказывал, обозревал эти нюансы, моменты, связанные с оптическим датчиком пульса. Но в текущем моменте, если мы представим для сравнения эти две модели, это Phoenix 3 HR и Vivoactive HR, это немножко другая уже спецификация, немножко другие деньги, соответственно, в зависимости от того, что вы хотите, какие функционалы вам необходимы. И поэтому, чтобы просто не рассказывать только про свои субъективные впечатления, я хотел бы разбить по пунктам, хотя бы сравнение этих часов по цене, по функционалу, по датчикам, по всем, что есть. Ну, давайте начнем нашу сравнительную таблицу. Итак, у нас есть два прибора. Если вы хотите покупать, например, Phoenix 3 HR, то в этом случае у вас уйдет где-то 750-700 долларов на эту модель. А если же вы будете покупать, например, Vivoactive HR, то у вас выйдет где-то в среднем 350 долларов. Опять цены варьируются в зависимости от того, где вы покупаете, в США, в Европе или в СНГ. Ну, в СНГ это средняя цена. В США, например, цена будет 600 долларов часов, стоимость часов, например, с самого начала и 250 долларов. А если вы уже захотите покупать себе часы, например, с Бандлом, Бандл это что? Это часы из пульсометра. В данном случае, например, идет пульсометр для бега, как HRM Run. Кстати, про HRM Run я тоже рассказывал в своем видео. Можете посмотреть свой обзор и посмотреть детальнее. То это один вариант, связанный с деньгами. Теперь следующий момент, который всех волновал, ну и меня соответственно. Гармен добавил какие-то интересные, смешные зеленые датчики. Есть ли смысл в этих датчиках? Реально они считают пульс или нет? Если вы посмотрите мое видео, то я тоже задавался этим вопросом, и поэтому взял реальные медицинские приборы, которые измеряют пульс, и попробовал протестировать этот вариант. По моим результатам, ну и, кстати, по результатам моих слушателей, зрителей канала и читателей, результаты практически совпадают. Идут один в один. То есть оптический датчик пульса работает адекватно. Поэтому вопрос и в этих часах, и в этих часах, кстати, тоже есть датчик, который измеряет пульс. Поэтому плюсик составлю и в этих, и в этих часах. Теперь следующий момент. Система навигации. Давайте так посмотрим. И в этих часах Vivoactive HR работает GPS, работает GLONASS. И в этих часах Phoenix 3 HR тоже работает GPS и GLONASS. Ну, про встроенный датчик пульса я уже рассказал. И тут, и тут тоже существует, и работает адекватно в обеих моделях. Следующий момент трекер активности. И Phoenix 3 HR, и Vivoactive HR тоже работает трекер активности. Для чего он нужен? Он ислеживает ваши шаги за сутки. Трекер активности следит, если вы не двигаетесь, и заставляет, предлагает вибрации, или графическим обозначением, что товарищ, ну давай подвигайся, не сиди на месте. Теперь давайте рассмотрим беспроводные подключения. Обе модели работают по следующим протоколам. Это идет, соответственно, Bluetooth 4.0 LE Smart Notification. Кстати, как это работает? Часы сопрягаются с мобильным телефоном, и, соответственно, если на ваш мобильный телефон приходят нотификации, ну, например, сообщения про SMS, email, дополнительную информацию, то на циферблате часов показывается дополнительная эта информация. Очень добро прокручивать эту информацию, даже не открывая и не доставая сам телефон. Кстати, если вам тоже звонит на телефон, в часах тоже есть функция, которая активирует и показывает входящий звонок. Очень удобно, если вы, например, поставили телефон на вибре. Ну, двухсторонняя связь тоже работает. Если вы хотите найти телефон с ваших часов, нажимаете найти телефон, и, например, где-то услышите сигнал на ваш телефон. Очень удобная штука касательно этих вариантов. ANT+, это беспроводной протокол, по которому работают внешние датчики. Например, датчик температуры тоже работает по ANT+. Пульсометры работают по ANT+. То есть все эти датчики тоже поддерживают эти модели. Кстати, касательно пульсометров я расскажу чуть дальше. Там есть определенные нюансы и различия. Ну и, соответственно, еще разница между этих моделей в том, что Phoenix 3 HR еще поддерживает Wi-Fi. А эта модель Vivoactive HR не поддерживает Wi-Fi. Если честно, Wi-Fi я практически редко использую. Обычно я по Bluetooth или по кабелю USB все обновляю, закачиваю, синхронизирую информацию. Это касательно по протоколу. Теперь давайте вернемся по самому материалу. По Phoenix. Если посмотреть на сам корпус, то на что обращать внимание? Это сапфировое стекло, это металлический корпус, ну и тут карбонный пластиковый корпус. Очень прочные часы, достаточно удобные. А если посмотреть на часы Vivoactive HR, то тут идет пластик, тут идет пластмасса. Ну, опять это уже, вроде бы с одной стороны это хорошо, что это прочный корпус, тут все отлично. Ну и, соответственно, тут вытекают следующие последствия, вес этих часов. Например, Phoenix 3 HR идет где-то порядка по весу 86 грамм, а Vivoactive идет 47 грамм. Если честно, если я всегда носил на руке Phoenix 3 HR, то эти часы для меня как пушинка. Есть разные люди. Некоторым людям, например, нравится, чтобы часы реально весили, чтобы их чувствовалось на руке. А другие, наоборот, напрягают, если часы слишком много весят на самой руке. Теперь, ну, кстати, еще один вытекающий отсюда момент. Это класс водонепроницаемости. Phoenix 3 HR дает 10 АТМ, а Vivoactive дает 5 АТМ. Ну, соответственно, 100 метров, 50 метров. Это не означает, что вы будете нырять с этими часами на глубину 100 метров, а этих часах только 50 метров. Это означает, что с этими часами вы можете плавать, нырять, ходить в душ. То, что все эти модели, абсолютно никаких проблем с ними не будет. Теперь еще один вариант по дисплеям. Если посмотреть на сам дисплей, но даже по форму вы сами видите. Тут идет он круглый, а тут идет более прямоугольный дисплей. То, например, если посмотреть на, смотрим на Phoenix 3 HR. Разрешение для Phoenix 3 HR идет 218 на 218 пикселов. Ну, про сапфировое стекло Phoenix 3 HR я говорил, а тут идет пластмассовое стекло. Ну, и еще один важный момент, что тут-то есть тачскрин, который вы можете таким образом взять. Можно прокручивать дисплей. А тут прокручивать дисплей вы ничего не можете. Только кнопками вверх-вниз, вверх-вниз, настройки, старт, назад. Теперь еще по самим браслетам. Ну, тут особо сравнивать нечего. Браслеты практически идентичны, если можно так посмотреть. Ремешок тоже резинный. Тут, единственное, тут ребристый, а этот ремешок плоский. Ну, и если посмотреть на саму форму часов, я не могу просто положить часы вот таким образом. Браслет просто не позволяет мне это сделать. Часы уже заточены под форму руки, чтобы они как бы огибают вашу руку. А тут браслет, вы можете делать с ним все, что хотите. То есть он достаточно в таком варианте. Ну, на самом браслете останавливаться я не буду, особо нечего сравнивать. А теперь самое интересное. Теперь давайте вернемся к аккумуляторам. Если посмотреть на официальном сайте Garmin, то, например, про Phoenix 3 HR, пишет, что емкость этого аккумулятора 300 мАч. Vivo Active HR это просто секретные часы. Я так и не смог не получить, найти информацию в интернете, какая же емкость аккумулятора для этих часов. Поэтому, чтобы не дурить, не обманывать вас, я просто взял и попробовал сделать свой тест. Как я сделал? Я включил GPS плюс GLONASS, отключил Bluetooth и запустил GPS активность, но в данном случае на обоих часах. И хотел посмотреть, сколько выдержали эти часы. Теперь, чтобы просто вы меня не слушали, а просто посмотрите, во что это обойдется. По часах, сколько активность выдержали, какие часы. Начнем наш маленький тест. Поехали. КОНЕЦ По результатам вы видите, что Vivo Active HR обыграл Phoenix 3 HR по длительности активности. Но, не знаю, с чем это связано. Или это связано с тем, что тут, например, больше экран, больше количества пикселов, которых нужно отображать, и сам размеры часов. Но остается фактом. В моем эксперименте Vivo Active продержался достаточно долго по сравнению с Phoenix 3 HR. Поэтому, соответственно, плюсик я ставлю на Vivo Active в этом варианте. Теперь следующий момент. Мы опять возвращаемся к NT протоколу, NT плюс датчикам. Если сравнивать эти две модели, тут есть небольшие нюансы. Ну, давайте сейчас я покажу, про что я говорю. Сюда мы что-то двинем. У нас есть HRM Premium пульсометр для фитнеса, для спорта. И как раз по нему тоже посмотрите в моем обзоре, как он работает, и для чего можно использовать. Эта модель поддерживает и Phoenix 3 HR, и Vivo Active HR. А теперь начинается... Есть еще одна модель, но я, к сожалению, уже не использую. Это просто HRM. Пластмассовый кардиомонитор начального уровня, который тоже, скорее, фитнесовый ремешок. А теперь самое грустное для тех, кто захочет или купит эти часы Vivo Active. Есть еще очень классный ремешок HRM Run. Пульсометр для бега, дает дополнительную беговую динамику, работая с этим пульсометром часы Phoenix 3 HR. А вот нехороший момент, что Vivo Active HR не работает с этим пульсометром, поэтому я его сюда положу. Вот так, наверное, вот так мы его поставим. И еще один интересный момент. Ну, практически, очень много людей бегает. А вот еще больная тема для меня, например, плавание. Вот еще один интересный ремешок синенький. Называется он HRM Swim. Это специализированный ремешок для плавания в бассейне, который дает пульс, дополнительную информацию по плаванию. С этим ремешком работает часы Phoenix 3 HR, но не работает, к сожалению, Vivo Active HR. Это еще минус. Есть еще один ремешок, который я, к сожалению, для себя еще не купил. Это пульсометр для триатлонистов HRM3, который позволяет фиксировать ваши данные по пульсу и динамику по бегу, по плаванию. Но с этим пульсометром работает только Phoenix 3 HR. Опять же, Vivo Active HR не работает с этим пульсометром. Это тема антидатчиков. Это по пульсометрам. Ну и, соответственно, есть еще маленький друг, назовем его Garmin Tempo. Кстати, про обзор беспроводной датчик температуры я тоже рассказывал про него. Почитайте, посмотрите в моем видео обзоре и увидите, для чего он нужен. Очень полезная штука, если хотите посмотреть внешнюю температуру за бортом. С этим датчиком работает хорошая новость и Vivo Active HR и Phoenix 3 HR. Есть еще датчик для шагомер футпут. Он по размерам практически аналогичный с этим датчиком, просто у меня его нет в комплектации, показать его не могу. Тоже работает Vivo Active HR и Phoenix 3 HR. Теперь еще один момент. Это по плаванию. Если я уже рассказывал, что есть суперкрутой HRM-монитор для плавания, HRM SWIM, он как раз используется в бассейнах. Очень чувствительный для хворки, для химикатов. Но если, например, вы захотите поплавать где-то на речке, в озере, то плавательную активность у вас может отслеживать только Phoenix 3 HR. Но Vivo Active HR не позволяет вам отслеживать ваши перемещения в открытой воде. Он только используется для бассейнов. Ну, соответственно, минус для этих часов и плюсик для этих часов. Теперь еще вернемся к спортивным активностям. Что тут есть? На Phoenix 3, теперь я расскажу просто уже о тех активностях, которые доступны для двух моделей. На Phoenix 3 HR и Vivo Active HR. Тут есть бег улицы на помещении, велосипед на улице и помещении. По бассейну я уже рассказал. Плавание в бассейне обе модели поддерживают. Открытая вода поддерживает только Phoenix 3 HR. Есть еще по Phoenix 3, тут есть еще хайкин, скалолазание, горный велосипед, лыжи, сноуборд, гребли, гольф. Но это означает, что это все. Можете добавить и свою активность. А тут есть, например, дополнительно сплавание только бассейн. Тут есть лыжи, сноуборд, гребли и гольф. И, соответственно, тоже можете добавить свою активность. Некоторые зрители моего канала спрашивали, а что это у вас на часах такая штука есть? Сейчас покажу. Например, есть ходьба, где-то вы взяли такую штуку авто. Но на самом деле, эту активность я тоже добавил самостоятельно. Если посмотрите мою статью «Использовать GPS-навигации в автопутешествиях», я тоже себе как раз делал активность для автомобиля. И точно так же я добавил себе, например, воркаут. Активность для кроссфита, для интенсивных тренировок. Я тоже ее добавил. У меня это специальные специфические дата-поля, которые я хотел бы отследить. Это сердцебиение, круги, соответственно, дополнительная информация, связанная с занятиями. Точно так же вы можете добавлять и в эти часы. На этом пока все. Не буду вас напрягать по времени. И резюмируя по собой классификации. Если посмотрите детальнее сравнение этих часов, просто зайдите на мою статью. Там я собрал уже сравнительную таблицу, где добавил все эти дополнительные параметры. Я писал детально, что касается этой модели и что касается этой модели. Давайте вернемся обратно. Резюмируя вышесказанное, что я только что хотел сказать. Ну и свои субъективные впечатления. Для кого же все-таки эти часы? Если бы, например, изначально сейчас бы я выбирал, какую модель бы покупать сейчас. Если бы был только новичок и только для начала, я бы все-таки, если честно, наверное, покупал бы Vivo Active HR. Почему? Ценовой диапазон для входа в один этой модели очень маленький. Это раз. Во-вторых, практически Vivo Active HR один в один догоняет Phoenix 3 HR. Еще чуть-чуть и часы практически идентичны. Но это все касательно этого варианта. Еще второй момент. Если вы, например, постоянно находитесь в городе, не ходите в дальние походы со специальными сложными условиями. Это, например, дождь, вода, грязь, снег, экстремальные какие-то путешествия. То в этом случае, например, все-таки я бы брал Phoenix 3 HR. Потому что, во-первых, например, у меня есть сомнения с тачскрином на морозе и на сложных погодных условиях. Это скорее, я бы сравню, как городские часы для городских спортсменов. А это уже часы с кнопками. Ну, это, в принципе, мне больше нравится управлять с кнопками. Хотя, в принципе, я думаю, возможно, в Phoenix 3.4, в пятой модели все-таки Garmin уже захочет и добавит сюда тоже тачскрин, что мы сможем тут листать экран. Но это опять мои варианты будущего развития этих часов. Что, опять же, если посмотреть... Мне, если честно, тяжело представить, что, например, на женской руке будут вот эти вот часы смотреться. Но это означает, что эта модель только мужская. Ну, практически все мои знакомые покупали эту модель. А вот эта вот модель, на мой взгляд, это как в таком стиле юнисекс. То есть это может и девочки, и мальчики, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки могут носить эту модель. И тут практически нету какого-то явного зацикления по полу. Единственный момент, например, у моей жены тоже Vivoactive часы. Но почему-то Garmin ограничила цветовую гамму этих часов. Пока в данный момент это, например, черное с разным ремешком варианты. В общем, если вы находитесь в городе, постоянно находитесь в офисе, делайте пробежки, ходите в бассейн, ну, ездите на велосипеде. Ну, например, в этом случае я купил бы эту модель Vivoactive HR. Если вы то же самое, находитесь в городе, делайте побежки, бегаете, может быть, вы еще триатлонист или велосипедист, а если еще часто ходите в походы в горы, например, в леса, то в этом случае я бы все-таки взял бы Phoenix HR. Но опять же, это уже вопрос вашего кошелька, вопрос вашего вкуса, это решать уже вам. Но если вы посмотрите и почитаете мою статью, как я гармонизировал свою семью, то я бы рекомендовал вот такое решение для этих моделей. Например, папе я бы купил вот такие модели Phoenix HR, маме я бы взял бы вот такой модель Vivoactive HR, дочке или сыну тоже взял бы такую же модель. Ну, таким образом, моя семья была бы полностью гармонизирована. Опять же, все это решать вам. Если у вас какие-то есть вопросы или комментарии, вы можете оставить их внизу под видео, ну или, соответственно, зайти на мою статью, связаться со мной, если у вас какие-то вопросы или предложения. Для общения доступна в Facebook группа. Заходите, пишите. Спасибо за ваше внимание. Всем пока. Хороших вам походов и спортивных занятий. До свидания. Продолжение следует...